Первая продажа. Первая продажа в стартапе. Сегодня мы поговорим, почему это важно и когда стоит это делать. Меня зовут Миша Ряженко. Мы помогаем стартапам, компаниям, корпорациям запускать новые продукты. У нас есть офигенное приложение, которое можно найти по ссылочке внизу, и статью на эту тему тоже можно найти внизу. А также огромная база знаний у нас на сайте и куча продуктов, которые помогают вам осваивать agile-подход, agile-майндсет, скрам, методологии, канбан, линд-стартап, кастомер-девелопмент, юнит-экономику. Все, чтобы вы не теряли деньги. Это все ждет у вас на нашем сайте, и мы вас там тоже ждем. И подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех последних видео. У нас их выходит очень много. Почему важны первые продажи и на каком этапе они должны быть? Сразу скажу, они должны быть в 2020 году, когда снимается это видео, и я уверен, что и после. Они должны быть до того, как создается продукт, до того, как создается MVP. Просто на листочке бумаги рисуем прототипчик, идем на улицу. Даже без лендинга, без всяких знаний, дизайна, тильды, чего угодно. Просто идем, продаем, и обычным людям продаем наше ценностное предложение. Если оно у них отзывается, значит, есть смысл разрабатывать MVP. Хотя бы в формате сайта. Если вы разработали MVP-сайт и пустили туда какой-то трафик, и у вас там есть конверсии, вам тоже за это платят, возвращаете деньги, и все складывается. Если складывается, значит, вы пилите MVP, продаете его, поднимаете чек. Если тогда работает, тогда уже можно пилить полноценный продукт. Я думаю, что в 2020 году логика должна быть именно такая. Почему так происходит? Потому что реальность очень неопределенная, суровая. Очень много предложений на рынке. В России рынок маленький, за него просто воюют все. Поэтому у нас так классно развивается диджитал индустрия и всякие сервисы онлайн. И в Америке, при том, что рынок большой, гораздо больше по своему капиталу, то, несмотря на это, там все равно огромнейшая конкуренция, почти все уже переделано. И это, в принципе, даже не важно, потому что просто есть страшная конкуренция. И если вы задумали свой стартап, он может быть сколько угодно гениальным. То есть сколько угодно вы можете верить в вашу идею. Это хорошо. Естественно, все инновации – это круто. Но даже если вы найдете инвестора, который вас поверит, это не означает, что вы сможете это продать. Поэтому разрабатывать продукт сейчас, в 21 веке, до того, как вы его сможете продать, не имеет смысла вообще. Вот прямо от слова «вообще». Лотерея есть, да, что, возможно, вам повезет, и вы будете одним из тех счастливчиков, у кого полетело. Но тратить 3-5 лет жизни на то, чтобы протестить одну гипотезу, провалиться, what, ну зачем? У нас есть видео про fail-fast принцип, get out of the building, customer development. Все эти истории помогают побыстрее понять, как вам довести ваш продукт до состояния потребительского спроса на него. И спрос должен быть устойчивый. Это не должна быть вариация. То есть вы должны проверить его на нескольких итерациях, на разных бюджетах, на разных чеках. Надо понять, что людям это действительно нужно. В платный маркетинг надо выходить смело, только когда вы точно понимаете, что чек по юнит-экономике у вас сойдется. Вот когда всю эту историю сделали, когда все просчитали, провели касс-дев с похожими целевыми ребятами аудитории, и вот тогда можно уже запиливать непосредственно какой-то MVP, который продавать. То есть при этом все равно уже протестили до создания MVP какой-то… MVP – это просто нарисованный прототип. До создания MVP физического уже, ну если это физическая история, либо какого-то продукта, надо проверить, что люди готовы вам за это платить, насколько вы хорошо представляете, где и как это продавать. И пиратские метрики вам в этом тоже помогут. Про пиратские метрики отдельный видос у нас на канале. И статья на сайте. Меня зовут Миша Ряженко. Спасибо за просмотр. Я приглашаю вас к нам на сайт. Соответствующие статьи по всем темам наших видео на канале. Видео очень много. И также ждем вас в нашем приложении, которое помогает разобраться, как запускать продукты эффективно, быстро, классно. Там игровая такая история. В общем-то получается довольно мило, когда вы сможете там непосредственно поковыряться и поработать. Я жду вас. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе всех наших видео. Пока!